Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жителям правовая помощь и повышение эффективности управления. В областной столице продолжается серия обучающих семинаров в рамках программы «Мой дом». Сотрудничество в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Города-побратимы Самара и Спитак отметили пятилетие дружбы и совместной работы. Временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев дал поручение главе Самары по благоустройству города. Руководитель региона провел встречу с Еленой Лапушкиной. Он рассказал, что начинает работу над первым масштабным региональным проектом – обновление облика Самары. Подробности в сюжете. В Рио губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой города Еленой Лапушкиной. Обсудили дальнейшее благоустройство города в рамках нового масштабного регионального проекта обновления облика Самары. Руководитель региона отметил, что областное правительство со своей стороны окажет всю необходимую поддержку. В Рио губернатор обратил внимание главы города на благоустройство улиц. Дал поручение оперативно обобщить замечания жителей и сформировать предложение в проект благоустройства. Особое внимание, по мнению главы региона, нужно уделить историческому центру. Я знаю, что очень большие планы по историческому поселению были, формировались, готовились. Только к ним еще не приступили. Хотя уже с 2019 года есть соответствующее решение, нужно приступать немедленно к поддержку Федерального Министерства культуры Российской Федерации. Мы будем вас вместе с вами просить, доказывать, обосновывать. Уверен, что мы ее получим. Поддержку Министерства строительства ЖКХ Российской Федерации, которая отвечает за благоустройство, является мощнейшим центром компетенции. Тоже будем со своими планами поедем к министру, показывать, доказывать, объяснять, участвовать в конкурсах. Федеральных, побеждать в них. Нам необходимо сделать мастер-план развития исторического центра, исторического поселения. Причем я знаю, что такие подходы уже формируются. Нужно реализовывать. Еще одна часть регионального проекта – коммунальное хозяйство. Жители пишут, показывают с фотоматериалом. Я вам все передам подборку, которую мне уже прислали. Но я уверен, что у вас за время вашей работы очень глубокое понимание этих проблем. Давайте их вместе решать. Если в городе проблемы, и если региональное правительство, вы в том числе, окажете содействие, это точно будет отражаться на облике города. Готовы работать, и команда готова работать. Вячеслав Федорищев подчеркнул, внимание будет уделяться всем городам, всем населенным пунктам области. Со следующей недели заработает форма приема мнений и предложений жителей, поскольку гармоничное развитие всех территорий области – безусловный приоритет. Также в Рио губернатора Вячеслав Федорищев поручил Наталье Катиной со следующего понедельника начать формировать кадровый резерв правительство Самарской области и мэрии города. Часть тех людей, кто войдет в состав кадрового резерва, начнет работу сразу. Часть будет сотрудничать в качестве экспертов в составе общественных советов Министерства ведомств города. Светлана Кудрявцева, События. Временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев провел встречу с родственниками участников СВО в Самарском филиале фонда «Защитники Отечества». Пообщался с социальными координаторами и руководителем фонда. В своем телеграм-канале руководитель региона сообщил, что в Самарской области одна из лучших практик по обеспечению мерами поддержки семей военнослужащих. Я здесь для того, чтобы вам помогать. И то, как построена работа уже сейчас, ну, вся страна знает, ну, правда, вся страна знает, что в Самарской области один из сильнейших центров. И в Самарской области максимальное количество мер поддержки, максимально комфортное, правильное отношение к каждому члену семьи. Мы приняли в правительстве решение о дополнительной региональной поддержке, ну, по тем участкам, где сейчас необходимо усилиться, финансовой. В Самаре состоялось 72-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. В его работе приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Илюлин, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, сенаторы Российской Федерации, руководители региональных парламентов по Волжье, председатели молодежных парламентов при законодательных органах госвласти субъектов ПФО. В заседании приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем материале. Повышение доверия людей к власти стало одной из тем обсуждения на заседании Ассоциации парламентариев субъектов ПФО. Этому способствует диалог людей и власти. Народовласть в стране существует, потому что выбранные органы, они как раз и доказывают, что такая возможность у людей есть высказать свое мнение и здесь принимаем решение. Инновация – основная движущая силой экономики. Именно этому направлению регионам надо уделять особое внимание, перенимая успешные практики. На региональных уровнях все законы поддержки инноваций приняты, они разнообразные, они дополняют друг друга, мы перенимаем друг у друга опыт. Сегодня в каждом регионе ПФО есть точки роста. Медуниверситет для Самарской области стал одним из центров развития науки и техники. Три единых задачи у медицинского университета – учить, лечить и заниматься наукой. Это суперсовременные медицинские учреждения, суперсовременные, оборудованные, люди там высокопрофессиональные работают, кандидаты, доктора, науку. Объединение законотворческих усилий региональных парламентов направлено на развитие экономического потенциала, народосбережения, выполнение социальных обязательств. В Самаре продолжается строительство нового спортивного модуля в Ленинском районе. Его возводят по новому проекту. И Самарская область вошла в число пилотных регионов, где его реализуют. На объекте состоялось выездное совещание с участием главы Самары Елены Лапушкиной, депутата Госдумы Александра Хинштейна, представителей профильных министерств и департаментов. Обсуждали работы, которые нужно завершить, и вопросы, связанные с вводом модуля в эксплуатацию. Подробнее в нашем сюжете. Баскетбольные кольца и ворота для мини-футбола уже ждут первых посетителей спортивного модуля в Ленинском районе Самары. Объект создается по новому типовому проекту. Таких в стране всего три. Быть первопроходцем в строительстве такого объекта значит столкнуться с большим количеством вопросов и сложностей, нежели работать уже зная опыт предшественников. Чтобы запустить модуль в работу, нужно решить несколько вопросов, в том числе связанных с документацией. Для этого прошло выездное заседание на объекте с участием главы Самары Елены Лапушкиной, депутату Госдумы Александра Хинштейна, представителей профильных министерств и департаментов. Мы понимаем, как сделать в ручном режиме так, чтобы этот объект заработал и вся территория вокруг была благоустроена, как это изначально и предполагалось, к осени текущего года. Внутри спортивного модуля будет универсальный спортивный зал. Здесь могут тренироваться как представители игровых видов спорта, таких как мини-футбол, волейбол, баскетбол, так и представители единоборств и музыкально-танцевальных дисциплин, чир-спорт и художественная гимнастика. Сейчас уже составляют расписание секций и тренеров по месту жительства, которые будут занимать зал. У нас большую часть времени, практически, наверное, процентов на 90, будут занимать наши муниципальные спортивные школы. Соответственно, эти школы занимаются с детьми бесплатно абсолютно, поэтому любой желающий может подать заявление, соответственно, попасть в спортивную школу и заниматься как на этом объекте, так и на других спортивных объектах нашего города. Работы проведут и снаружи. Территорию вокруг благоустроят. Здесь появится открытая площадка с тренажерами, а также детская игровая зона по просьбам жителей взамен той, что находилась на этой территории до строительства спортивного объекта. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в рамках своей региональной работы провел личный прием граждан. Жители Самары обращались к нему с вопросами, касающимися переселения из аварийного жилья, капитального ремонта жилых помещений и обустройства детских площадок. Подробности в нашем сюжете. Галина Волкова со своей дочерью проживает по адресу Кишиневская, 8. Рассказывает, комната в общежитии их вполне устраивает. Помещение небольшое, но светлое и очень уютное. Однако женщина и ее соседи обеспокоены состоянием дома. Конструкция серьезно обветшала. Сделали нам, правда, свет и отопление, но все вот трубы, я не знаю, как они сделаны, со второго этажа течет. Со своей проблемой Галина пришла к депутату Госдумы Александру Хинштейну. на личный прием граждан. Пути решения искали вместе с городскими властями. Главой Куйбышевского района Алексеем Коробковым и руководителем городского департамента управления имуществом Андреем Белоклоковым. Они пояснили, что сначала необходимо получить экспертное заключение о том, что здание является аварийным. Процедура займет полтора месяца. После чего, конкретно заявительность, пришедшая сегодня на прием другим жителям, будет предложена возможность переехать временно в маневренное жилье. Вот наша сегодняшняя заявительница с этим предложением согласилась. Александра Стяпина волнует другая проблема. Во дворе его дома, на улице Некрасовская, 37, проваливается асфальт. В ненадлежащем состоянии и подвал дома. Вопрос на контроле главы Самарского района Романа Радюкова. Площадь подвала больше площади дома. То есть под всем двором это подвал. Соответственно, если даже я технику туда загоню, то мы вместе с этой техникой сделаем. Со своей стороны решение предложил руководитель фонда капитального ремонта Павел Жданов. Здесь необходимо, в первую очередь, провести полное обследование подвала для определения, все-таки это капитальный ремонт или реконструкция. Потому что это та тонкая грань, которая есть. Сейчас мы как бы свяжемся с нашими организациями, кто вышел на проектно-изыкательские работы по инженерке, дам, чтобы они посмотрели объективно и уже хоть как-то будет понимание двигаться. Другие вопросы жителей касались восстановления водоснабжения в домах и благоустройства детских площадок. Ксения Баканова, Игорь Казановский, События. С заботой о природе. В Куйбышевском районе Самары провели осмотр естественного водоема с заболоченными территориями. Ранее местные жители в социальных сетях рассказали о возможных нарушениях земельного, а также природоохранного законодательства, о загрязнении водоема и гибели животных. Профильные службы города и Куйбышевского внутригородского района среагировали оперативно. Подробности узнала Полина Чулякова. В Самаре в Куйбышевском районе прошел осмотр территории естественного водоема с заболоченными участками. Жители выразили обеспокоенность его состоянием и через социальные сети направили обращения о возможных нарушениях земельного, природоохранного законодательства, об исчезновении лебедей, чаек, а также о гибели рыбы в водоеме возле СТД Дубки. Жители района также пожаловались на загрязнение окружающей среды строительными отходами, так как рядом земельные участки в частной собственности, где идут строительные работы. Эти участки предназначены для садово-дачного использования, а прилегающий водный объект частично занимает территорию городских лесов, частично находится на неразграниченной территории. Профильные специалисты рассказали о том, что контрольные выезды проводились и ранее, например, весной этого года. Тогда обращение в интересах одного из горожан, поступившие из отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области, Волгокамского территориального агентства по рыболовству, также касалось массовой гибели рыб, птиц и отсыпки водоема строительным мусором. В части факта гибели рыбы в водоеме информация была направлена в Федеральное агентство Росрыболовства, которое проводили проверку, и внешний фактор, послуживший гибелью рыб, они не выявили. Вместе с тем, согласно информации ФГБУ, Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, водный объект находится в стадии заболачивания. Он подвержен зимним и летним заморным явлениям по естественной причине – мелководности и значительного снижения концентрации кислорода в воде. В данный момент, по нашему мнению, экология пруда не нарушена, потому что ни моро рыбы, ни птицы не выявлено. Вывоза строительного мусора именно на береговую часть озера не выявлено. Есть навалы строительных отходов на частной территории, земельных участков около строящихся коттеджей. Собственником будет проведена работа по обязанию вывоза этих отходов. В ходе сегодняшнего контрольного выезда профильные службы зафиксировали наличие мусора и у самой кромки воды. Сегодня же один из собственников земель приступил к очистке территории напротив своего строения. Стоит отметить, что осмотр привели с применением измерительного оборудования для того, чтобы определить, есть ли нарушение земельного законодательства. Это станет известно чуть позже. Выводы пока делать рано. Это выводы предварительные, то есть это пока основано на визуальной оценке. И мы сейчас будем проводить, как я говорил, уже камеральные работы. И после них уже будет понятно, есть ли нарушение экологического и земельного законодательства. Мы будем контролировать, в том числе, возможности использования лесов, которые находятся непосредственно в этой стройке. Также ведение стройки и не допущение захламления территории. Сейчас на естественном водоеме живут чайки и лебеди. А на территории прилегающих лесов нет никаких работ, которые негативно влияют на экологическое состояние местности. Никакие работы по строительству и тому подобное, в том числе вырубки деревьев, не проводятся. Границы лесов четко определены. И заходить на эту территорию мы не позволим никому. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Активные жители Самары продолжают повышать знания на обучающих семинарах в рамках проекта «Мой дом». Одна из таких встреч состоялась в администрации Куйбышевского района. Подробности узнала наша съемочная группа. Мы должны научиться управлять нашими домами. Жилищным кодексом Российской Федерации вам предоставлены не только большие права по управлению МКД, но и обязанности. В Самаре продолжаются обучающие семинары в рамках проекта «Мой дом», которые предназначены для активных жителей и для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и ТСН. Сам проект направлен на повышение правовой грамотности граждан. Семинары проходят в формате группового обучения. Накануне такая встреча состоялась в администрации Куйбышевского района. Сегодня как раз мы опять коснемся правил благоустройства по 444-му и поделимся опытом председателя Совета МКД о том, как нужно настраивать, выстраивать работу с управляющей организацией. Председатель Совета многоквартирного дома по улице Пугачевский тракт 27 Елена Кашаева посетила семинар и поделилась своим опытом с жителями. Я поделилась опытом, как старшая по дому, как начинала, что у нас в доме происходит, поделилась своим опытом, как мы выходим на субботники и так далее. На семинаре жителей также обучают выстраивать отношения с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими и подрядными организациями для эффективного управления многоквартирным домом. Такие мероприятия нужны, чтобы людей, мы своих старших по домам вместе соединяли, объединяли, рассказывали, подсказывали, как куда что-то, если, допустим, не получается у тех или иных жителей, направляли их, допустим, в ГИСЖХХ обращались или в управляющую компанию, также в администрацию, если что-то жители сами недопонимают. В завершение встречи все присутствующие смогли получить индивидуальную консультацию по интересующим их вопросам у профильных специалистов. Августина Охременко, Константин Головин, События. Города-побратимы Самара и Спитак отметили пятилетие дружбы и сотрудничества. Напомним, армянский город Спитак был фактически разрушен в 1988 году из-за мощного землетрясения. Помощь пострадавшим шла со всех уголков СССР. Куйбышев одним из первых откликнулся на беду. Местные жители приутили сотни армянских семей и участвовали в восстановлении армянского города. В 2019 году, во время визита в Спитак Самарской делегации, которую возглавляла глава областной столицы Елена Лапушкина, между городами был подписан договор о дружбе и сотрудничестве в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах. В честь пятилетия дружбы в ДК «Железнодорожников» прошел большой концерт. Выступили творческие ансамбли представителей русского и армянского народов. На праздники побывала и наша съемочная группа. Армянские национальные сладости, ярмарка украшений и сувениров. В фойе ДК «Железнодорожников» встречают гостей представителей армянской общины. Праздник, посвященный дружбе двух городов – Самары и Спитака, стал уже традиционным для городов-побратимов. В 2019 году во время визита самарской делегации во главе с мэром Еленой Лапушкиной между городами был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Но у этой дружбы есть давняя история, которая началась с трагических событий в декабре 1988 года, когда армянский Спитак был уничтожен мощным землетрясением. Добровольцы из нашего города восстанавливали город после разрушительного землетрясения. Эти дружеские связи сохранились и по настоящее время. Большое количество людей из Армении, из города Спитака, переехали жить в Куйбышев, теперь в Самару. Именно поэтому наши города объединяют очень много. Это общая история, это уже ставшие общими традиции. По словам представителей армянской общины в Самаре, для них большая гордость и честь, что появилось такое соглашение. Община принимает активное участие в совместных мероприятиях. От нас здесь был сбор литературы, книги. В месяц администрация община принимала участие, мы туда отправляли, в Армению. И в том году был у нас очень большой телемост. Как раз к 9 мая мы проводили о том, как же в школу города Самары и в школу города Спитак проходит именно патриотическое воспитание молодежи, патриотическое воспитание детей. Музыкант Артем Тероганесян делится впечатлениями о Спитаке. В прошлом году ему удалось посетить город-побратим. Спитак – город маленький, скромный. Люди там очень добрые. Вы знаете про изменение Спитака. Они молодцы. Построили, все красиво сделали. Миргород тоже старается, чтобы все было очень красиво. Люди счастливые. Праздник в честь пятилетия дружбы между Спитаком и Самарой продолжился концертной программой. Приветственное слово от имени главы Самары Елена Лапушкиной зачитала Ирина Степнова, руководитель Департамента общественных и внешних связей. Мы установили дружественные связи для взаимного общения, обмена опытом достижений, ознакомления с историческим и культурным наследием наших городов. Уверена, что и в дальнейшем наши взаимоотношения будут только крепнуть. Желаю всем жителям Самары и Спитака благополучия и процветания, успехов в деятельности, направленной на утверждение духовных и культурных началов, сохранения межнационального мира и согласия между нашими народами. На сцене творческие коллективы представили номера с русским и армянским колоритом. В Самаре провели турнир по футболу для дошкольников. Играли 4 команды по 10 человек в каждой. Участие принимали как девочки, так и мальчики. На турнире побывала Елизавета Прокопенкова. Первый гол на первых соревнованиях. В Самаре прошел турнир по футболу, посвященный Дню защиты детей. На поле вышли 4 команды. В каждой 10 человек – мальчики и девочки. Участие приняли воспитанники детских садов промышленного района. Среди них и дети из неблагополучных семей. Готовиться к турниру дошколята начали в марте. Дети приходили к нам в гости раз в неделю. Мы их обучали футболу. С культурными занятиями элементами футбола. И вот сейчас, как апогей, непосредственно на соревнованиях. Тренировки проходили в новом зале. В нем начали проводить занятия в сентябре прошлого года. Тогда мальчишки тоже первый раз стукнули по мячику в этом зале. Что сейчас я увидел, разные вещи. А не тогда кто попадал по мячу, кто не попадал. Турнир для дошколят проводят третий раз. В этом году проект выиграл грант от Департамента физической культуры и спорта. Этот проект получил поддержку Департамента, конкурсная комиссия его включила, признала, чтобы его поддержать. Главная цель соревнований – привить детям любовь к футболу и замотивировать их на занятия спортом. Хоть один, два, три, пять выйдет отсюда профессионалов, то будет замечательно. Остальные будут любить, как многие ребята играют на первенство в городе, на первенство в области, всю жизнь пронеся в своем сердце любовь к футболу. Победителем турнира стала команда детского сада номер 374. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования, сообщает сайт городской администрации Вести с Дворянской. В рамках нацпроекта «Демография» с конца 2021 года в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений установлена единовременная социальная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей. Для оформления выплаты необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. 2024 год объявлен «Годом семьи». Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2024 году проводит информационную кампанию «Семья – мой главный жизненный проект», направленную на повышение общественного статуса и престижа семьи. На портале «Я родитель» в течение года запланировано проведение серии онлайн-мероприятий и конкурсов. Летний конкурс «Семейное лето» посвящен теплым семейным традициям. Условия просты. Нужно рассказать о летних традициях вашей семьи на вашей странице ВКонтакте или Одноклассниках, не забыв поставить хэштег «Главная семья 2024». Ваша страница должна быть открыта на все время проведения конкурса. Ссылку на вашу публикацию необходимо привести в комментарии к конкурсным постам на странице организатора. Истории ждут до 17 июня. 24 июня генератор случайных чисел определит трех победителей. Информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. На площади имени Кирова глава района Игорь Рудаков проверил ход работ по установке доски почета. Открытие ее планируют на следующей неделе. В мае рядом уже открыли доску героев района. Во Дворце культуры имени Литвинова продолжаются ремонтные работы. Восстанавливается практически каждый элемент. Все проводится по графику, пишет телеграм-канал Кировского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok